Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергея Уланов. Решить проблемы предпринимателей и поддержать динамику развития казахстанского бизнеса. Такие задачи поставил Алихан Смаилов. Премьер-министр указал на обширный потенциал развития, однако при этом необходимо устранять лишние барьеры и требования к бизнесу. О чем говорили сами предприниматели на встрече со Смаиловым и как намерены решать проблемы, расскажет наш корреспондент. Такие встречи позволяют нам друг друга слышать и решать проблемы. В целом, по предпринимательству хорошая динамика, отметил Смаилов. По прошлому году у нас достаточно высокий темп роста. Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Лутауская, Абайская области имеют огромный потенциал для развития предпринимательства и среднего бизнеса в частности. За последние три года в ваших областях мерами господдержки охвачено более 17 тысяч проектов. Просубсидировано ставок вознаграждений более 10 тысяч проектов на общую сумму кредитов 411 миллиардов тенге. В государственной гарантии предоставлены более 5000 проектам на общую сумму кредитов 119 миллиардов тенге. Для более полутора тысяч заемщиков поддержано льготное финансирование на 84 миллиарда тенге в четырех регионах. Сохращаются избыточные требования для бизнеса и с нового года все проверки будут проводиться только на автоматизированной системе оценки риска. Тут собрались представители разных сфер, например, гостиничного бизнеса. Проблемы все решаемые, но решаемые за счет не только частного предпринимательства, но и решаемые за счет местного органа и также правительства. Основная наша проблема – уменьшение водоохранной полосы до 35 метров, чтобы на этой территории могли развиваться, строиться объекты инфраструктуры. Рестораны, кафе, различные места для анимации, для игр детей, капитального строения. Есть конкретная цель – Казахстан должен войти в 50-ку стран по развитости туризма. Главное – решить внутренние проблемы, и тогда все будет на уровне. Мы, как представители бизнеса, естественно, готовы взять под козырек и работать над этим, и сейчас этим занимаемся. Но мы говорим о том, что без поддержки государства это невозможно сделать, потому что чаще всего весь сервис, он спотыкается о проблемах с инфраструктурой, с отсутствием электричества, с отсутствием воды, центральных коммуникаций и с проблемой транспортной доступности. Я, как представитель бизнеса, получила подтверждение того, что государство нас слышит, что мы не одни со своими проблемами. Ну и, разумеется, каждая озвученная проблема и вопросы будут услышаны и решаться по мере возможности. Я думаю, что после решения данных вопросов, допустим, в области УТАУ будет реализовано ряд инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, в сельхознаправлении, в аграрке. И основной вопрос, который я выносила, это именно по реализации проекта как овощехранилища в начале 2023 года, который сегодня очень необходим для региона. У казахстанских предприятий есть возможность нарастить поставки продукции, обрабатывающей промышленности, на внутренний рынок более чем на 46 миллиардов долларов. В частности, есть большой спрос на товары нефтегазового машиностроения, стройматериалы, одежду, обувь, удобрения и так далее. Об этом и не только сказал премьер. Гульнар Умарова, Ахмедияр Ильясов, ТДК-42. Уральск нуждается в дополнительном ледовом дворце спорта. В последнее время число занимающихся зимними видами спорта детей значительно увеличилось. Из-за этого возникла нехватка места для проведения занятий. Спортивные тренировки некоторым детям приходится посещать с 6 утра. Это вызвало недовольство среди родителей. Свои жалобы они адресовали руководству спортивного учреждения и представителям областного управления физической культуры и спорта. А что вы на шорт-трек не говорите, что им дали 4 тренировки? Вы что их не двигаете? Шорт-трек? Вот вам еще и мало. Вы нас задушили здесь. В ледовом дворце спорта разгорелся настоящий скандал. Родители детей, занимающихся в спортивных секциях по фигурному катанию, шорт-треку и хоккею с шайбой, не могут поделить время тренировок. Занимающихся зимними видами спорта ребят стало значительно больше. Сейчас для занятий просто не хватает места. Из-за этого общий график спортивных занятий растянулись с 6 утра до 11 вечера. Детям младшего школьного возраста приходится посещать занятия с 6 утра. Это создает крайнее неудобство. Вот сейчас маленьким детям нашим ставят тренировки. Утренние в 6.15 они должны заниматься, а вечером они должны отсюда выходить в 10 вечера. Дети, у которых режим, которые должны спать. Это не здоровые какие-то взрослые люди, которые здесь занимаются. Это маленькие дети, которые ходят в садик, в школу. В шорт-треке такие же дети, и в хоккее такие же дети. Но время одно, ледовый один. И вот этот пирог, который мы никак не можем, так скажем, мирно поделить. Из-за этого весь конфликт и происходит. Помимо этого, тренировки в Ледовом дворце проводит и хоккейная команда старшего возраста, занимающаяся этим видом спорта профессионально. Все проблемы были озвучены представителям управления спорта Западно-Казахстанской области. Руководство облспорта заявило, что попытается урегулировать расписание занятий таким образом, чтобы всем было максимально удобно. Мы как управление физкультурой спорта, как администратор, который отвечает за спорт в области, и доверительный управляющий Ледового дворца, мы до 1 сентября, с началом учебного года, вот этот график тренировок приведем в нормальный русло, то есть в нормальный порядок. Там будет в приоритете у нас олимпийский вид спорта – это шортрек, потом фигурное катание и дети, детский хоккей. При этом в обуспорте признают, что действующего Ледового дворца уже недостаточно. Назрела необходимость в строительстве нового спортивного учреждения. Ледовый дворец, он перегружен, он не хватает всем. Для того, чтобы обеспечить всю потребность, нам, конечно, необходим второй Ледовый дворец. Этот вопрос, да, мы как администратор, отвечающий со сферы спорта, этот вопрос ставим и будем ставить. Вопрос строительства нового Ледового дворца вынесут на рассмотрение руководству Западно-Казахстанской области. Марина Горбук, Наруан Гунашев, Особик Абекенов, ТДК-42. Стихийные рынки процветают в Уральске. Как правило, продавцы, реализующие свой товар с земли, доставляют проблем не только инспектор местной полицейской службы, но и тем торговцам, которые исправно платят аренду и налоги. В рейд по незаконным торговым точкам вместе с полицейскими и сотрудниками ЖКХ отправились и наши корреспонденты. Стихийный рынок на пересечении улиц Дос-Мухамедова и Кирдере знает каждый. Ежедневно здесь продавцы-перекопщики реализуют фрукты, овощи, мясо, рыбу и другие товары. Есть, конечно, и те, кто продает продукцию из собственного сада и огорода. Совместно с МВД, СЭС и отделом предпринимательства ЖКХ проводят ряд мероприятий по нарушению правил благоустройства территории города, так как неоднократно поступают жалобы от местных жителей на то, что здесь ведутся незаконные торговли и люди торгуют, можно сказать, прямо на земле. Частично, да, есть польза, частично мы с этим боремся, как бы все сразу не бывает, поэтому частенько мы проводим такие мероприятия. Практически у каждого продавца на этом стихийном рынке есть предупреждение от правоохранительных органов и даже штрафы. Но никого это не останавливает. Так как они основываются на том, что в рынке очень дорого аренда, они продают, и мы с ними как бы работаем согласно статье 94 административного кодекса, привлекаем их к ответственности. На сегодняшний день более 2 миллионов тенге наложен штраф. У каждого продавца здесь, который незаконно торгует, больше 15-20-30 протоколов составлено на каждого. Они оплачивают этот штраф, мы их изымаем. Соответственно, среди них есть люди, которые недовольны тем, что мы составляем протоколы. Все продавцы, как один, твердят, что торгуют на улице не от хорошей жизни. Аренда в крытых рынках, а уж тем более в помещениях, для них велика. Да и проходимости там нет. Я здесь торгую уже сколько лет, 30 лет я здесь торгую. Я никуда не пойду, потому что я здесь зарабатываю, я здесь детей кормлю. Сейчас здесь предприятие закрыто. Куда я пойду? Меня 58 лет никуда, нигде не берут. Потому что возраст у меня, подпенсионный возраст. Со мной, у меня работник работает. Я налог плачу, у меня ИП есть, пенсионная отчетина, все есть. Почему нас гоняет? Вот это наша земля же. Я же, я граждан Казахстана же, я имею право торговать. Мне говорят, нам не установлено, месяц торгуйте. Месяц четыре раза штрафуют меня. Ничего дорого. Мука сколько стоит, знаете? Сахар сколько стоит, знаете? Вот куда я пойду? Сейчас сезон. На зиму я не могу заготовку делать, понимаете? У меня вот сколько, вот женщины многодетные. Вот вдова, иди, приходи сюда. Кейла, вдова, без мужа. Вот одинокая женщина стоит. Сын не работает, снаха не работает. У меня муж не работает, дочка не работает. Куда я пойду? Стихийные рынки – один из проблемных вопросов города, на который никак не найдется решение. В местах незаконной торговли на постоянной основе проводятся полицейские рейды. Но продавцы вновь возвращаются на свои места. В Сырымском районе Западно-Казахстанской области во время весеннего паводка затопилось жилье восьми семей. В рамках рабочей поездки в район депутаты областного Маслихата посетили одно из ремонтируемых зданий. Жители села, члены Совета ветеранов воспользовались возможностью и обратились с предложениями к народным избранникам. Житель села Уленты Максим Суровцев начал приводить в порядок свое разрушенное паводком жилище. Так как в момент затопления дом пришел в негодность для проживания, мать Максима Суровцева временно переехала в город. Планирую закончить ремонт до осени. Лично мне, в общем, выделили 400 тысяч тенге. Не скажу, что это полностью покрывает все мои расходы, но хоть какая-то помощь. В рамках рабочей поездки в Сырымский район депутаты областного и районного Маслихатов посетили дома пострадавших от паводка граждан. Убедившись в соевременности оказания помощи семьи, народные избранники отметили, что эти работы находятся под контролем партии Ахжол и Аманат. Что касается поддержки, то большое влияние оказывают депутаты районного Маслихата, которые ознакомились с состоянием сельского населения и проделали работу по его улучшению, отметил депутат партии Ахжол. Здесь я вижу, что присутствует открытый диалог между властью и народом, ведь это основа всего. Так и должно быть. Мы посетили несколько домов, которые пострадали от паводков. Ремонт во всех домах близится к завершению. Так обстоит дело с еще семи домами, расположенными недалеко от реки. Создана специальная комиссия. На счета этих семей перечислены средства и оказана помощь строительными материалами. Недостающие стройматериалы будут профинансированы спонсорами, заявили в Ахимате. С районного бюджета всем семьям, пострадавшим от паводков, выделили по 172,5 тысячи тенге. Кроме того, общественный фонд Козылай выделил по 100 тысяч тенге на каждого пострадавшего члена семьи. Также общественный фонд Ахжаик помог с необходимыми материалами. Но все же есть ряд проблем, которые беспокоят сельчан. Одна из них – дорога, соединяющая районы. Ремонт сельчане ждали немало лет. В этом году определены два подрядчика. Значит, средний ремонт дорог населенных пунктов. Жители поселка Батыр в Мангостаусской области платят за воздух. Пять лет назад в их ауле провели водопровод, но вода в нем вскоре исчезла. Причины – то ремонт, то нехватка давления. Вот только квитанции за неоказанную услугу приходят исправно. Подробности у нашего корреспондента. Водопровод в селе Батыр построили пять лет назад. Спустя два года водоснабжение прекратилось. Хотя квитанции за плату услуги приходят как положено. Мы обращались в Мангистау-Жилу. Они говорят – платите как положено. Это ваша обязанность. Приходится платить за воздух, жалуются сельчане. Вода хорошо шла, когда первые эти задвижки не было, ничего не было. Хорошо. Каждый день почти вода с напором шла. А потом вот уже три года у нас воды нет. Недавно мы вышли депутатом. Был Сарбасов, Авезов и Садуахасов. Мы им сказали, чтобы они нам купили задвижку. Мы для них голосовали же за них, правильно же? Правильно. Сделайте нам доброе дело для населения. Купите нам задвижку. Не знаю, или они купили, или что. Восемь нам задвижку поставили, но все равно не хватает еще 14. Когда поставили нам задвижку, в этот день у меня вода пришла. Кроме того, жителям приходится самим покупать воду по талонам. Приобрести 4 куба можно за 680 тенге. А еще надо заплатить 2000 тенге водителю за доставку. При этом талоны выдаются на почте, откуда надо поехать в коммунальное предприятие и записаться в очередь на доставку живительной влаги. А вот сроки ее доставки могут растянуться и до 10 дней. Поэтому в селе активно работают частные водовозы, которые запрашивают оплату в несколько раз выше. По водопроводу воду должны давать в неделю два раза, но почему-то именно в эти дни у них ломается задвижка, либо еще что-нибудь. Я думаю, что нас вынуждает покупать воду. На прошлой неделе люди за 4,2 куба воды платили 10 тысяч. На встречу с жителями приехал заместитель Акима Муналинского района Нурхан Мустафаев. Он разъяснил, что никакого сковара нет. Есть дефицит воды из-за нехватки мощности у опреснительного завода Каспи. Кроме того, Акима отправил разъяснительную беседу с частниками, потребовав не завышать цены, иначе их возьмут под контроль. В селе Батыр воду дают во вторник и пятницу по часам. Необходимо 22 тысячи кубометров воды. До этого опреснительный завод Каспий нам давал 8-10 тысяч кубометров воды. С 20 июля на село увеличили объем до 14 тысяч кубометров. Так как воды не хватает, водопровод задействовать не могли. Сейчас эти 14 тысяч кубов делим на 7 сел. Водовозы Мангастау-Жилу развозят воду. Частным водовозам, развозящим воду по селу Батыр, мы объяснили, чтобы воду продавали по 2680 тенге. А если они будут продавать воду за 5-6 тысяч, мы возьмем их под контроль. К слову, Акимат района пообещал, что на этой неделе водопровод заработает, и вода жителям будет приходить по графику. Два раза в неделю. Только сельчане в эти обещания мало верят и просят вышестоящее руководство проверить деятельность всех участников процесса подачи воды в район. Айдана Каримова, Мухолина Рдувлетова, Слабек Абекенов, телеканал ТДК-42, Мангистауская область. Больше 200 миллионов тенге присвоил бывший главбух ТО в Мангистаусской области. Сотрудниками областного департамента агентства по финансовому мониторингу установлено, что в период с декабря 2021 года по май 2023 года под предлогом оплаты налогов и путем внесения недостоверных сведений в платежные поручения он перечислил денежные средства товарищества на банковский счет физлиц, а в последующем главбух получал их обратно. Незаконно присвоенные денежные средства предприятие потратил на свои личные нужды. В результате преступных действий главного бухгалтера товариществу причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 225 миллионов тенге. Следственные мероприятия продолжаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса и на информация в интересах следствия разглашению не подлежит. В Западно-Казахстанской области уровень преступлений, совершаемых в общественных местах, снизился почти на 5% за первые полугодия текущего года. Об этом на площадке региональной службы коммуникации рассказал заместитель начальника Департамента полиции Западно-Казахстанской области Жанбулат Жаншин. О проводимой работе по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью расскажет наш корреспондент. По словам Жанбулата Жаншина, одним из факторов, влияющих на совершение уличных преступлений в ночное время суток, является продолжительная работа увеселительных заведений. Основными причинами совершения преступлений по-прежнему остаются нерегламентированный режим работы, отсутствие специализированных охранных структур, систем видеонаблюдения и тревожных кнопок в ночных клубах, ресторанах и барах. Как показывает практика, наибольшее количество вызовов в пульт оператора 102 поступает из следующих увеселительных заведений, как Фейсбаль, Лас-Верес, Кафе-Али, Эль-Дивена, Девичья башня, Махабад, а также Ночной клуб Сибири. Все это создает условия для вседозволенности посетителей и, как следствие, совершения ими различных правонарушений. Увеселительные заведения включены в перечень мест, где ведется интенсивное патрулирование пеших и автомобильных нарядов полиции. Кроме этого, продолжительная работа увеселительных заведений, а также посуточно сдаваемых съемных квартир в ночное время суток негативно влияет на отдых граждан. Только за 7 месяцев текущего года за нарушение тишины возбуждено 1646 административных производств. В местах массового скопления граждан с помощью громкоговорящих устройств воспроизводится аудиозаписи профилактического характера по недопущению мажейств, граждан личного имущества, соблюдение права дорожного движения как со стороны водителя, так и со стороны пешеходов. В темное время суток во дворах считается подрученными исключенными крыльцовыми очками. За 7 месяцев текущего года принятыми мерами достигнуто снижение на 4,8% преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах. Основными видами преступлений являются кражи, грабежи, хулиганство и мошенничество. Комплексными силами полиции, патрульные наряды, участковые инспекторы полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также войсковые наряды, принято участие в раскрытии свыше полторы тысячи преступлений, имевших место как на улицах, так и в общественных местах. Дана Киримбаева, Ивула Джагапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. «Азиамол»